МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он, наполненный до краёв, заставляет принимать нас быстрые, но, как ни странно, правильные решения. И когда он ничем не болеет, мы, как правило, его даже не замечаем. Но стоит только ему покраснеть, воспалиться или расслабиться, этот маленький незаметный орган становится очень большой и очень неудобной проблемой. Мы порой задаёмся настолько несерьёзными вопросами, ради которых не лезут в энциклопедии, хотя понять почему, куда и зачем всё же интересно. В этом фильме мы узнаем, как мочевой пузырь помог человечеству выжить. Ах, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Это своего рода защита человека. Незамысловато о мочевом пузыре. Или урахус, синус, алантоис и мускулис детруза на десерт. Развивается мочевой пузырь из алантоиса, алантоис, так называемый мочевой синус. И особенности женщин интересного возраста. Он сокращается чаще, чем хотелось бы этого. Воспитание действием или кроха сын к отцу пришёл. Если он не сидит, мы его стимулируем этим по ягодичной области. И время вперёд. Или такой хороший плохой памперс. Топор тоже тогда получается плохой инструмент. Можно палец отрубить. Мочевой пузырь – мышечный орган и место накопления мочи. Он у человека один и располагается внизу живота за лобком. Анатомически в мочевом пузыре различают следующие части. Это дно, стенки и шейка мочевого пузыря. Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что моча образуется в почках. Из почек она должна куда-то выделиться. Низших животных она выделяется в кишечнике, выделяется вместе с твёрдыми испражнениями, которые идут по кишечнику. Высших животных, млекопитающих, которым относится и человек, создана природой специальная система, которая позволяет отвести мочу из почек и вывести её наружу. Эта специальная система получила название «мочевой пузырь». Мочевой по содержимому, а пузырь, соответственно, по форме. В зависимости от количества накопленной мочи, этот орган может растягиваться или сжиматься. Сам процесс накапливания тоже не сиюминутный. Накопление мочи происходит постепенно, и первые позывы к мочеиспусканию появляются уже при накоплении 150 мл. Субъективно мы можем ощущать первый позыв к мочеиспусканию. В то же время происходит определённая адаптация стенки, и процесс накопления мочи опять продолжается. Но бесконечно он проходить не может. У взрослых людей объём мочевого пузыря равен от 250 до 500 мл. Но и это тоже считается нормой, может достигать и 750 мл. Растяжимость стенок мочевого пузыря предопределена особенностью строения его мускулатуры. Дело в том, что в основе мышечной оболочки пузыря находится так называемая мускулес детрузор, мышца, изгоняющая мочу, которая имеет весьма своеобразный ход мышечных волокон. Дело в том, что мышечная оболочка состоит из трёх слоёв. Так вот, детрузор – это совокупность продольно-ориентированных спирально закрученных мышечных волокон, которые тянутся от верхушки к шейке мочевого пузыря. В мочевой пузырь впадают два мочеточника, и именно так в него попадает моча. Нижняя часть пузыря сужается. Эта узкая часть называется ласково шейкой и постепенно переходит в мочеиспускательный канал. Он, как, собственно, понятно даже из названия, служит для выведения мочи. По внешним признакам, мочеиспускательный канал у женщин и мужчин отличается. У представителей сильной половины человечества он длинный и узкий, длиной около 30 сантиметров, а шириной всего 8 миллиметров. А у женщин – короткий и широкий. Его длина не более 4, а ширина – до 1,5 сантиметра. Механизм действия мочевого пузыря продиктован теми функциями, которые он призван выполнять. Моча скапливается в мочевом пузыре, а затем, когда емкость мочевого пузыря достигает физиологической нормы, это 250 миллилитров, возникает позыв к мочеиспусканию. Благодаря этому включаются сложные нервно-рефлекторные механизмы, которые посылают импульс к мышце, с которой стоит стенка мочевого пузыря, она называется детруза. Вот эта мышца сокращается. Но такой обычный для нас процесс – это все-таки пьеса в двух актах. Когда мочевой пузырь заполняется до определенного уровня, выделение мочи сразу не происходит. И слава богу! Трудно было бы представить нашу жизнь, наполненную встречами, совещаниями, а при хорошем окладе – походами в театры, кино и по ресторанам, если бы этот процесс был, так сказать, неконтролируемым. Когда появился импульс освободить мочевой пузырь, должен быть второй импульс. Один из них, который – сжать мышцу в стенке мочевого пузыря, детрузера. Второй механизм – это расслабить сфинктери, которые удерживают мочу, проще говоря, открыть выход из мочевого пузыря. В организме зародыша закладка, говоря медицинским языком, мочевого пузыря происходит на седьмой неделе развития плода. А дальше внутри эмбриона происходят такие процессы, которые с медицинского на русский все равно не переведешь. Развивается мочевой пузырь из алантуэса, алантуэс, так называемый мочевой синус, который находится в нижней части зародыша. Важность этого органа для человека нельзя переоценить. Правда, если печень в организме человека выполняет до 500 функций, то мочевой пузырь на этом фоне выглядит, конечно, бледненько. Основных функций у него всего две – накопительное и выделительное. Но только абсолютно здоровый человек может позволить себе отзываться об этом органе снисходительно. Настоящие профессионалы говорят о нем с любовью и уважением. И часто не только в прозе. Век живи, век мочи. Это урологическое отделение такое, с одной стороны. А с другой стороны, блажен, кто рано поутру на низ идет без принуждения, для них и пища поутру, и день приносит наслаждение. Попробуйте, если человек 20 раз за день мочится, отсидеть на занятиях, прослушать что-то, сходить в кино, в гости сходить, поехать на общественном транспорте. И сразу качество жизни человека меняется в существенно худшую сторону благодаря этому. По мнению ученых, исторически мочевой пузырь выполнял еще одну очень важную функцию. Если не скромничать, сыграл в процессе естественного отбора решающую роль. Это своего рода защита человека, чтобы он прошел, и за ним не оставался след от мочи, чтобы его нельзя было найти. Чем меньше остается от него следов, тем труднее его найти, тем больше возможностей, что этот вид сохранится. Ни один орган у человека не работает обособленно. Это единая синхронно функционирующая система, так и с мочевым пузырем. Его деятельность находится под бдительным контролем спинного и головного мозга. Именно этим мы обязаны тому, что человек может сходить в туалет тогда, когда захочет, и потерпеть, если ситуация явно неподходящая. Не все ж, когда захотят мочиться, сидят в театре, уходят с театра с мокрыми, так скажем, одеждой, с мокрой одеждой, они терпят, потом идут в туалет и после этого уходят. Это нормально. Но это качество не дано нам природой от рождения, а как правило, воспитывается родителями в определенный период нашей жизни. Все новорожденные детки – энуретики. Когда хотят, тогда и писемят. Новорожденный мочится 20 раз в сутки, не спрашивая ни у мамы, ни у папы, ни у самого себя, ни у своего головного мозга, потому что у него еще не воспитан акт мочи и спускания. Ну, до 8, до 7, 8, 9 месяцев, в зависимости от ребенка и от родителей, мочится тогда, когда ему захочется. Потом, так скажем, наблюдательные, мамы, бабушки, ну, иногда дедушки, вот, и наблюдательные, они смотрят, что вот ребенок спит, начинает просыпаться, начинает сучить ножками. Его раз, и на горшочек. Так ребенка приучают к тому, что кое-какие вещи надо делать, сидя на горшке. Правда, говорить об осознанных действиях малыша в таком возрасте еще рано. Это скорее автоматически выработанный рефлекс. Но проходит время, ребенок начинает говорить, и у родителей появляется возможность на словах объяснить малышу, что такое хорошо и что такое плохо. Проходит время, до пяти лет такой период продолжается обычно. Ну, так, это абсолютно условные цифры. Вот, после этого мы говорим, «Вася, ты уже взрослый, ты собираешься в школу. Мальчик, брюки должны быть сухими. Ты сам должен за этим следить. Если он не следит, мы его стимулируем этим по ягодичной области». Вот так мы и растем, дорастаем до писсуара, а начинаем-то с памперсов. И раз уже о последних зашла речь, то интересно, поставлено ли на сегодняшний день точка в ожесточенной дискуссии о пользе и вреде памперсов. Мнений было два. Аргументы железные с обеих сторон. Ярые противники настаивали, памперсы – это вред. И последствия ужасны. У мальчиков не будет детей, когда мальчики вырастут, конечно. Ну, а девочки, им хоть можно? Нет, нет, и еще раз нет, кому нужны кривоногие девочки. Но весь мир-то в памперсах? А что в мире-то творится? Одни наркоманы и бандиты. Мы вас в пеленках вырастили, и вот, нормальные люди. Так дядя Вася из соседнего подъезда в тюрьме сидит, ему уже 60. Так он в детстве головой ударился. В общем, как всегда, аргументов валом, а точки пересечения не одно. И что же плохого в том, что он надует памперс, и кожа останется сухой, и не будет мацерации, не будет гиперемии, не будет раздражения кожи и так далее. Что же в этом плохого? А вот если памперс, как я видел, до 5 лет ходит ребенок, и мама абсолютно индиферентна, воспитывается у него, не воспитывается, он сухой, сухой, ну и хорошо. Вот это такой памперс, конечно, плохой. Но это памперс плохой? Или человек неадекватно его используется? Использует? Топор тоже тогда получается плохой инструмент. Можно палец отрубить. Давайте запретим топоры. Смотрите дальше, и вы узнаете, сильным духом поем мы песню или когда уринотерапия помогает. Я бы ему предложил шейкопротерапию. Это лечение каловыми маслами. И такая неудобная женская проблема или когда проще поделиться с соседкой? Ты подумаешь, важность какая. Так у меня уже 15 лет, так это старость, паспорт посмотри. Внимание! Опасно для жизни или нестандартное решение проблемы лишнего веса? Бывают очень грозные осложнения. научные сенсации или где все-таки у человека находится душа? Душа лежит под мочевым пузырем. И мы все это прекрасно ощущаем. Нарушение функционирования мышц, выводящих мочу из сфинктеров до поры до времени ее удерживающих приводит к различным нарушениям в процессе мочеиспускания. Здоровье мочевого пузыря как такового будет зависеть от тех процессов, которые происходят внутри его слизистой оболочки. Всем известен такой диагноз как цистит, воспаление стенки мочевого пузыря. Цистит, если говорить понятным языком, это воспаление стенок мочевого пузыря. Заболевание часто имеет инфекционный характер и, как правило, является уделом и головной болью женщин. Это напрямую связано с их анатомическим строением. Женский мочевой канал короткий и находится рядом с другими естественными отверстиями, откуда инфекция может легко попасть в мочевыводящую систему. Мужчины реже болеют циститом, а если и болеют, то это результат хронического воспаления простаты или почек. Когда возникает воспаление слизистой мочевого пузыря, то, что мы называем острый цистит, и продукты воспаления, и само воспаление, которое затрагивает подслизистый слой, мышечный слой, нервные элементы, чувствительные элементы, раздражены продуктами воспаления, и в результате этого позыв к мочеиспусканию возникает на меньшую емкость, допустим, на 20, на 30 миллилитров. Следовательно, человек возникает сильный позыв к мочеиспусканию не на 200, 250 емкости, она меньше, и он начинает мочиться чаще. Уже сама по себе такая ситуация не вызывает у человека ни физического, ни душевного комфорта. А если добавить к этому, что каждый поход в туалет сопровождается резкой болью, то... Я вам хочу сказать, что это вообще, вообще приводит человека до умопомрачения. До умопомрачения, если длится достаточно долго, и если это не поддается коррекции, или человек не обращается за медицинской помощью. Кроме того, еще могут быть камни мочевого пузыря и уретры, но они, как правило, бывают вторичны, уже на фоне этих болезней развиваются. И, как правило, пациенты приходят, когда у них есть болезнь, на которую они ранее не обращали внимания, а когда уже появляются осложнения. Вот эти камешки в мочевом пузыре, которые вызывают раздражение и дезурию, это кровь мочи. То есть уже не совсем рано они к нам приходят, и поэтому это уже как осложнение, и приходится долго и упорно их лечить. Есть ситуации, не столь болезненные, как цистит или камни в мочевом пузыре, но все равно очень неудобные. Она связана с тем, что замыкательная функция нашего мочевого пузыря начинает давать сбои и при малейшей физической нагрузке, часто при стрессе или просто при кашле и чихании случаются мелкие неприятности. Наиболее часто недержание мочи наблюдается у женщин в возрасте 50 лет. Проблемы с недержанием и с расстройкой мочи испускания имеют примерно 50% рожавших женщин. Примерно. Цифра явно занижена. На мой взгляд, эта цифра гораздо больше. Просто об этой теме не принято говорить, неудобно говорить об этой теме, и поэтому цифра колеблется в таких пределах. Представьте себе, что мочевой пузырь заполняется всего на 100 миллилитров вместо 250. Орган здоровый до пределов нормы еще можно собирать и собирать. Но затворный механизм мочевого пузыря по разным причинам ослабел, и удерживать даже это содержимое ему становится тяжеловато. В этот момент человек кашляет, у него резко повышается внутри брюшное давление, и эстафета моментально передается мочевому пузырю. Дело, как говорится, сделано. Синтер не удерживается, и несколько капель мочи, струйка мочи выделяется через мочеиспускательный канал, отнюдь не в том учреждении, где она должна выделяться. Поэтому человек вынужден ходить мокрым, человек вынужден ходить мокрым, или носить определенные прокладки. И, к сожалению, к сожалению, так это и бывает, так это и бывает. И длится этот период мукнутия, мукнутия длится от 1 до 15 лет, а то и 20 лет, а то и все оставшиеся жизни. Возникает закономерный вопрос, почему такая простая с точки зрения лечения проблема затягивается на долгие годы. Медики отвечают, это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Во-первых, об этом не принято говорить, а во-вторых... Во-вторых, есть очень хороший метод у наших пациенток, которые этим страдают. Они приходят не к доктору, они приходят к соседке, которая лет на 15 старше. И говорят, слушай, что такое, вот кашлянуло, мокрое, пробежало, мокрое за троллейбусом, подняло сетку, опять подмокрело, ну там немножко, несколько капель, все равно неприятно. Так, подумаешь, важность какая. Так у меня уже 15 лет, так это старость, паспорт посмотри. Вот на этом дело и заканчивается. И только когда это мелкое неудобство достигает размера в личной катастрофы, пациент идет к врачу. Правда, с энтузиазмом приговоренного к смерти, но все-таки идет. Очень много существует методов лечения, формирования сфинктера, этого мочевого пузыря, чтобы женщина в последующем держала мочу. На сегодняшний день есть новые технологии, они позволяют очень за короткий промежуток времени и с малой агрессией для пациентки фиксировать сфинктер мочевого пузыря. Ученые из Нидерландов выяснили, что наполненный мочевой пузырь улучшает способность к принятию решений. В ходе исследования они давали половине участников эксперимента выпить по пять кружек воды общим объемом около 750 миллилитров. Другая часть добровольцев отпевала лишь по одному глотку из каждой чаши. Через 40 минут после начала эксперимента, когда жидкость достигала мочевого пузыря, ученые оценивали способность добровольцев к самоконтролу. Например, участников спрашивали, хотели бы они получить 16 долларов завтра или 30 долларов, но через 35 дней. Исследователи выяснили, что добровольцы с наполненным мочевым пузырем чаще склонялись к получению большей, но отсроченной выгоды. Мы решили проверить на себе. Проверили, не получилось. В белорусской версии этого научного эксперимента люди с переполненным мочевым пузырем принимали не вполне логичные несколько поспешные решения. Способность добровольцев к самоконтролю отсутствовала начисто. Вклад в мировую науку не интересовал. Эксперимент пришлось поспешно свернуть. Да, видно, недаром у нас, у славян говорят, моча в голову стухнула. И это абсолютно точно не про умные мысли и обдуманные поступки. До сих пор существует множество аргументов как за, так и против использования мочи в качестве лекарства от всех болезней. Если рассматривать этот метод с научной точки зрения, необходимо различать два аспекта. То ли это прием мочи внутрь, то ли наружно для заживления порезов, ожогов и травм. Я отношусь к уринотерапии нормально, если это уринотерапия предлагают те люди, которые сами пробуют уринотерапию раз, и пробуют копротерапию. Почему уринотерапию можно, а копротерапию нельзя? Уринотерапия это по существу попытка использования то, что организм выбрасывает повторно. Один раз уже организм выбросил, и мы это уже самым учебным опять человеку закачиваем. Наружное применение мочи тоже не новость и, впрочем, тоже не панацея. Но здесь это не использование лечебных свойств мочи, это использование гипертонического солевого раствора. Возьмите две ложки соли, растворите в воде и приложите тот же самый эффект уринотерапию. В борьбе с лишним весом появилось ноу-хау применение мочегонных препаратов. Кто автор этого замечательного изобретения неизвестно, поэтому и бить некого. А вот врачи обеспокоены не на шутку. Применение мочегонных препаратов есть определенные показания. Эти показания определяет врач. То ли это кардиолог, то ли это терапевт, то ли это уролог. Но в любом случае прием мочегонных препаратов должен строго назначаться врачом. Минус килограмм на весах в таком случае, говорят врачи, это не похудение, это обезвоживание. И сопровождается оно нарушением обмена веществ в организме, который сказывается в первую очередь на работе таких жизненно важных органов, как сердце, кишечник и в конечном счете головной мозг. Такие пациенты попадали сразу в отделение реанимации с теми грозными сложнениями, о которых я вам говорила. И чудом нашим врачам удавалось их спасти, а иногда и не получается. И поэтому пить мочегонные препараты для того, чтобы похудеть, это то же самое, что лечиться от мигрени зеленкой. Хотя не то же самое. В последнем случае на помощь может прийти психиатр, а в случае с похудением часто не помогает даже реанимация. нормальная работа нашего мочевого пузыря зависит от очень многих факторов. Это состояние нашего брюшного пресса и мышц тазового дна, от стресса и физических нагрузок, от работы мозга и нервной системы в целом. Если все это работает синхронно, если все это работает адекватно, вот тогда человек чувствует себя уверенно, тогда человек чувствует себя адекватно и он даже не задумывается о том, есть у него мочевой пузырь или нет. Вот так и получается, что здоровый мочевой пузырь важнейший залог нашей комфортной и полноценной жизни. Но вот только насколько он важен для нашего организма, хорошо знают врачи, больные и народная мудрость. Иногда говорят так, что душа лежит под мочевым пузырем. И мы все это прекрасно ощущаем, когда мочевой пузырь переполняется и душа мечется, то есть душа ищет, так сказать, покой. Мы задаемся настолько несерьезными вопросами, ради которых не лезут в энциклопедии, хотя понять почему, куда и зачем все же интересно. . Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова